Приветствую всех любителей резать на нашем канале. Сегодня у нас с вами снова новинки от компании Спайдерка. Новинок немного, всего 4 штуки, но они достаточно интересные. Что ж, давайте открывать коробки. Ну что ж, давайте открывать коробки. Первый нож на сегодня это Tenacious Lightweight, полусерейтерный, полностью черный. Ну, тут нужно сказать, что к полусерейтерным ножам я отношусь, скажем так, со скепсисом, так как лично в моей жизни подобное решение мне не было нужно от слова никогда. Но, тем не менее, компания Спайдерка это делает, и делает это, как всегда, хорошо. И, в целом, если бы это не пользовалось спросом, если бы это не вызывало интереса, компания Спайдерка наверняка этого бы просто-напросто не делали. По ножу, ну что сказать, это классический Tenacious в облегченном виде. На него уже был обзор, те, кто не видел, всплывашечка будет вот здесь. И, да, это достаточно интересное решение. Нож удобный, нож достаточно легкий, нож резучий, учитывая спуски. По стали все то же самое, 8 Chrome 13 Malibden Vanadi и все та же самая китайская серия. Те, кто знаком с Tenacious, те, кто знаком с китайской серией, не дадут соврать, что это достаточно приятный, интересный нож, ну, о котором, в общем-то, все уже по факту им сказано. Ну, единственное, что можно добавить, что это всегда был, есть и будет, наверное, прямым таким конкурентом ножа Ontario Red 1, она же крыса. И, в общем-то, тут можно сказать только одно, что спор любителей крысы и Tenacious, это, наверное, сродни спору iOS или Android, Pepsi или Coca-Cola и вот все в этом духе. Ну что ж, Tenacious есть Tenacious, старая добрая классика, немного в новом исполнении. Второй нож на сегодня, это новинка от компании Spyderco, модель C252GP, называется этот нож Astute. Astute Plane, ну и давайте посмотрим, что же это. Кстати говоря, я вот этот нож перед обзором посмотрел, подержал в руках и, честно, очень интересная штуковина получилась, ибо это все та же самая китайская серия от Spyderco на 8 Chrome 13. Вот такой вот небольшой, компактный, интересный нож. В руке лежит примерно вот таким образом, можете видеть то, что большой палец упирается ровно вот в этот самый трамплин на обухе клинка, а тыльник рукояти упирается в ладонь вот таким вот интересным образом, лично в моем случае в двух точках. Вот здесь вот точка номер один, здесь точка номер два. И далее уже формируется вот этот самый любимый всеми фехтовальный хват, и нож уже абсолютно готов к работе. По 8 Chrome 13 на клинке, ну тут особо ничего плохого сказать нельзя, потому что самая обычная сталь, нержавеечка. Проста в уходе, проста в правке, проста в заточке, проста, в общем-то, и в использовании. По механике все то же самое, как и в классической китайской серии от Spyderco. В осевом у нас с вами шайбы, и механика у ножа достаточно привычная, знакомая и такая же приятная. Нож получился небольшой, такой достаточно компактный, и при этом, ну не сказать, чтобы совсем легкий для своих габаритов. Давайте посмотрим, сколько это чудо весит. И веса здесь 76,8, но считайте 77 грамм. Учитывая современные материалы, которые можно найти на рынке, или опять же термопластик, который Spyderco использует на эндурах, деликах, энделах и, собственно говоря, тенейшесе, можно было бы сделать и таким образом. Но Spyderco пошли по классической схеме, сделали G10 рукоять, сделали стальные лайнера, и, собственно говоря, отсюда и вес. По габаритам ссылочка на этот нож будет в описании, кому интересно, может перейти посмотреть. Я на этом заострять свое внимание сегодня не буду, лучше просто сделаю отдельный обзор на этот самый нож. Лично в моем понимании этот нож абсолютно укладывается в идеологию китайской серии от Spyderco. То, что нож простой, рабочий, который абсолютно неприхотлив и который, в общем-то, особо не тяготит карман. Если мы, конечно, с вами не вспоминаем модель Resilience. Ну, могу сказать так, что впечатление очень приятное, ждем развития этой модели, ждем спринтраны, ждем, так же, как и тенейшес, выпущенный сейчас в S35 VN. И, собственно говоря, возможно, этот нож будет даже на каких-то других сталях, ибо формат очень прикольный, формат очень интересный. И, как такой хороший городской помощник, хороший такой городской спутник, он, в общем-то, вас, я думаю, порадует и уж точно не подведет. Третий нож на сегодня – это модель Spy Opera Plane M390, артикула C255CMP. Как можете видеть, нож сделан в Италии, и этот нож сделан не просто в Италии, а на мощностях компании Lion Steel. Кто помнит, кто знает модельный ряд компании Lion Steel, сразу скажет, что да, в общем-то, Opera – это и есть Opera. Был такой неплохой нож у итальянцев, ну и, собственно говоря, компания Spyderka заколлаборировала с ними и сделали свое видение этого самого ножа. Рукоять действительно до боли знакомая, будучи в свое время официальным дистрибьютором Lion Steel в России, я, в общем-то, с Oper'ой наигрался сполна, и могу сказать так, что да, действительно, все узнается практически, скажем так, до боли, и единственное отличие – это, конечно, вот этот вот упор большого пальца, который слегка видоизменился. Ну, компания Spyderka поставила сюда свой клинок, причем клинок не простой, а из M390. Причем еще хочу обратить внимание на то, как нож сведен. Ну, не сказать, что прям идеально все ровно, но, тем не менее, достаточно приятно. В общем-то, учитывая, что у итальянцев бывают порой нюансы, да, именно в плане сведения, в плане заточки этого ножа, и вообще ножей в целом, то здесь, в общем-то, выполнено все очень и очень неплохо. На рукояти у нас с вами вот такая интересная Микарта, очень приятная, заполированная, и авторская такая вот Lion Steel-овская фурнитура в виде звездочек. В целом, по механике здесь, конечно, все очень приятно. Нож на бэклоке, нож открывается очень приятно, с таким характерным щелчком, можете вот послушать. Такой очень глухой, приятный щелчок. В общем-то, нареканий в плане механики, в плане работы замка здесь лично у меня нет. Нет, клипса у нас тут такая вот классическая уже для спайдерка проволочная, дабы не отягощать сам нож, ибо нож действительно достаточно легенький получился. Давайте посмотрим, сколько же здесь веса. А веса здесь 75 грамм. Ну, для любителей такой эстетской, скажем так, итальянской классики, да, чуть обновленной, в общем-то, этот нож, я думаю, станет очень неплохим спутником. Ну, или же, в общем-то, я думаю, что для дам этот нож также подойдет, так как абсолютно прост в обращении, абсолютно прост в открывании, и в целом, конечно же, плюс достаточно резучая столюка. И, в целом, нож очень сам по себе действительно сделан приятно и качественно. Ну, и последний на сегодня нож, последняя новинка от спайдерка, это нож уже сделанный в США, и это модель пара 3 на порошке CPM S45VN. Давайте откроем, посмотрим, что же это за зверь. По 45-ке лично я с ней еще не встречался, лично я еще ее не тестировал, но по заверению компании спайдерка, закалка здесь идет порядка 60-62 единиц по роклу. Вообще, у спайдерка в последнее время идет такая тенденция, что они немного занижают закалку, и я не исключаю тот момент, что вполне возможно, здесь закалки будет чуть-чуть побольше, нежели заявлено. А так, это все та же самая классическая пара 3 с G10 рукоятью, такого темно-зеленого цвета, и с очень приятной, нестандартной, непривычной для спайдерка насечкой. Могу сказать так, что вот эта насечка на рукояти в руке чувствуется намного приятнее, чем классическая на стоковой паре 3, на паре 2, то же самое, в общем-то, та же самая рукоять, и чувствуется, конечно, намного интереснее в руке. Те, кто думает на тему приобретения пары 3 или пары 2, обязательно подержите в руках версию с S45VN, просто для того, чтобы прочувствовать вот эту разницу даже в формировании хвата, о том, как именно того, как пальцы, когда вы кладете их на рукоять, как они чувствуют, как они ощущают эту рукоять, и какую информацию вообще вы получаете от ножа в руке. В целом, все та же самая пара 3, все те же самые габариты, все те же самые характеристики, за исключением, опять же, видоизмененные чуть насечки на рукояти, и, соответственно, стали на клинке. Да, нож интересный, нужно держать в руках, нужно тестировать, нужно резать, и нужно составлять свою собственную картину мира. Что ж, друзья, пишите в комментарии, какой нож из этих вам понравился больше всего, а мы с вами давайте вернемся уже в студию. Вот такие новинки от Спайдерка доехали до нас, да, их немного, но они достаточно интересные и нетривиальные. Конечно же, ждем то, что Спайдерка анонсировала буквально вот на днях, тот же самый Тинейшес в S35VN, это заведомый хит. Ну, а из сегодняшних ножей мой фаворит, конечно же, пара 3 в S45VN. Очень приятный получился ножичек, нетривиальный, опять же, вроде все то же самое, но немножко по-другому. Что ж, ставьте лайки, дизлайки, пишите ваши комментарии, это все вот там внизу, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы ничего нового интересного не пропустить. А я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok